Ну, понимаете, существует целый ряд технологий, которыми я владею, и которые не только я владею, которые, в принципе, если сейчас их воплотить, то Россия в течение 10 лет, если не без саботажа, выйдет вперед так далеко, что ни одна страна мира никогда не сможет догнать. Для этого достаточно только воплотить технологии. Но, допустим, что касается моих технологий, к примеру, чем они хороши? Их невозможно ни украсть, ни скопировать. Это плохо. Это хорошо. А патент взять на них можно? А зачем? А вот американцы берут патенты, и потом все. Патенты, это правда, и они за другую праздную купить. Это технологии политические или экономические, или какие-то физические? Технологии, понимаете, скажем так, если Велихов не пельмес не понимает, а 90% Вселенной материи, то, скажем так, кое-что мне не известно. Вот эти технологии основаны на понимании, знании, механизме и природе этих 90% темной материи, неизвестной современной науки. И это уже, опять-таки, не теория. Это доказанные факты, подтвержденные экспериментами, которые, допустим, прибор, который не имеет такой физической формы, привыкли мы все, да? Ну, форма другая. Мы же тоже поле же не можем держать в руке, правильно? Значит, что если мы не держим поле в руке, его нет. Оно есть. Просто совершенно другая форма материи. Так вот, пример, допустим, что прибор, который создан, он может создавать любую программу. Допустим, в тексте, как проводилось, вода, текущая по водопровной трубе, имеет химический стад до входа действия прибора один, бегущая вода меняется, пока бежит, и в химическом стаде совершенно другой. И при том можно управлять, добиваться любой, появление тех нужных веществ, которые нужны для чего-то, и убирать тех элементов, которые не нужны. Это реальные, подтвержденные и так далее. И не только то, чтобы, допустим, действия приборов, такие, допустим, на сельхозуходе, про то, что, допустим, растения растут в 10-20 раз быстрее, чем они растут в лучших условиях, то есть добиваться того, чтобы, например, вечно-зеленые растения, тропиков, субтропиков, экваториальных зонах, древесный сок не замерзает при 22 градусах. Растения себя прекрасно чувствуют, даже обрединенные листья не погибают, цветут, плоды развиваются и так далее. Допустим, пчел только нет. Инжир, к примеру, плодоносит круглый год, то есть плоды инжира приносят круглый год при 20-ти раз в мороз, зимой, осенью, весной, летом. Клубника, допустим, плодоносит 12 месяцев в году на одном месте, то есть она не прекращает, цветет, плодоносит одно время. Допустим, летом, когда наиболее активна солнечная активность, поэтому если зимой и летом, то, что скорость, конечно, меньше, чем холоднее, это медленнее, но летом, когда температура выше, и активность движения движения движется настолько больше, на деревьях того же самого инжира, к примеру, плоды созревают 3 поколения одновременно от плодов. То есть урожай непрерывно можно добиться, чисто без химии, без ничего и так далее. Добиться того, что, допустим, накормить весь мир можно без уничтожения, и без того, чтобы лучше расширять, и не нужно никакой химии. При этом, в тех экспериментах проводилась известковая почва и красный глины превращаются в чернозем в течение 2-3 лет.